Наличие профессиональной камеры и отсутствие микрофона говорит о постоянном желании египтян заработать на телевизорах, то есть на работниках ТВ. Они, охранники и сторожа, прекрасно понимают, что тот, кто держит камеру, в несколько тысяч баксов имеет на несколько сотен он их больше, чем обычные отдыхающие. Поэтому, получаем инфу инкогнито. И вот совсем не зря мы приняли сюда. До этого мы просто не знали, что, оказывается, в Египте существовала медицина. И это, собственно говоря, стена, посвященная всей медицине древнего Египта. Что включала в себя медицина древнего Египта? Вот такие навыки, как правильно рожать, такие навыки, как резать живот, кстати, и зашивать потом. То есть аппендицит был тогда уже известен, люди не умирали здесь. Вот так вот, древняя цивилизация, да? И количество необходимых медицинских инструментов примерно то же самое, чем сейчас пользуются хирурги. Ну, за исключением электронного микроскопа. То есть пришивать руки тогда не умели. А, кстати, про руки и про ноги. И про мужское достоинство. Была такая история, когда один фараон убежал на войну, срочно надо было. В 17 лет войнушка длилась. Набеги варваров там. Оставили только одного мужика. Ну вот, вернулся в фараон. Смотрел, что-то дети откуда-то появились. Ну, оказывается, наплодил тот самый крендел этих детей. Решено было одну руку и одну ногу ему кончать. И через 20 лет хлобысь, еще война. После этого мужика канонизировали. Так что, господа, плодитесь и размножайтесь. Как говорил великий Амун Ра. Статуэтки этого великого кренделя в продаже везде в Египте. Про современную египетскую медицину мы поговорим попозже. Но справедливости ради заметим. Это правильное дело – реконструировать и восстанавливать разрушенное. Ведь, по сути, Египет – это одна великолепная головоломка. Разобрало которую время. И гости извне. А собирают и додумывают сейчас все. Да, каждое государство под эгидой ЮНЕСКО, естественно, посылает сюда археологические миссии. И они буквально, а иногда и из осколков, восстанавливают утраченное. Все, что не имеет объяснения и пропало навсегда, восстанавливается из бетона того же цвета. Но есть действительно интересные фрагменты, которые пощадило время. Три месяца, четыре недели и десять дней. И вот вам древнеегипетский, пожалуйста, календарь. В нем было 360 дней. Остальные пять дней, которые, разумеется, все знали, что существуют. Так вот эти пять дней люди отрывались там по-всякому. Что мы здесь обнаружили, в храме, расположенном Камомбо? Мы обнаружили то, чего не знали раньше. Во-первых, здесь все сохранилось великолепно. То есть следов варварского разрушения здесь не так уж и много. Хотя, ну, отдельные товарищи постарались все-таки кое-что спереть. Но самое интересное, о чем мы вчера забыли вам сказать. Оказывается, здесь был бассейн, на цели не только русские на озере Беккал, но также и другие товарищи, типа англичане. Как она у тебя девушка-красавица в холомботах? Чудесно. Жарковато, но классно и интересно. Очень много познавательного узнала.